Приветствую вас, с вами Наталья. Сегодня хочу посеять бархатцы. Я очень люблю эти растения. У них очень красивые, разнообразные цветы и по окраске, и по размеру. В то же время эти растения очень полезны для нашего огорода, потому что отпугивают многих вредителей. Поэтому сею я бархатцев очень много и выбираю для этого различные сорта. На самом деле, первый посею бархатцев у меня был 27 февраля. И вот эти бархатцы перед вами. Зашли они не совсем дружно, как вы видите. Чуть позже я расскажу причину, почему это происходит. Также вы видите, что сеяла я эти бархатцы в самокрутке или улитке. Думаю, многие огородники знают, что это такое. Но сегодня я хочу подробнее рассказать вам об этом варианте посева сенан. Итак, для посева бархатцев я использую вот такой материал. Он называется подложка под ламинат. Он бывает различной толщины, разного цвета. Продается в основном в строительных магазинах. Итак, из такого материала я вырезаю вот такие полоски. Высоту и длину я определяю для каждого растения разную. И на эту подложку я кладу салфетку, либо туалетную бумагу. Но туалетная бумага должна быть качественной. Ширина этой салфетки должна быть такая же, как и ширина полоски. Теперь необходимо будет увлажнить эту салфетку. Для этого я использую воду с добавлением фитоспорина гуми. Вот так слегка увлажняем салфетку. Сильно много воды длить не нужно. Этого будет достаточно. Я решила еще раз посеять бархат с этого сорта. Пометила я его как 10Б. По той причине, что в самокрутке я вижу только один росточек. Сейчас я его разверну и посмотрю, в чем же причина. Очень часто мы задаем себе вопрос. Где же у этих семян верх и где низ? Итак, дорогие друзья, развернула я улитку. И что же я вижу? Почему у меня не сходит сорт Аляска? Как видите, тут еще есть, конечно, несколько семян, которые пробились бы наружу. Честно говоря, я думала, что это зависит от того, как я сею семена. Носиком вверх или носиком вниз. Для этого я развернула еще одну самокрутку. Вот там, где я сеяла семена, носиком вниз. И как видите, здесь очень дружные всходы. И я подумала, ну неужели качество всходов зависит от того, какой стороной я положила семена в самокрутку. Тогда я решила развернуть еще несколько самокруток. Это все разные сорта. И давайте посмотрим, что же происходит здесь. Как видите, здесь семена посеяны носиками вверх. И тоже зашло только одно семечко. Там что-то где-то еще пробивается, но очень плохо. То есть опять подтверждается, носиком вверх нет всходов. Я разворачиваю четвертую самокрутку. Тоже носиком вверх. Но что мы видим, очень дружные и хорошие всходы. Я разворачиваю еще одну самокрутку. Вот здесь у меня посажены семена носиком вниз. И тоже дружные всходы. Из чего я делаю вывод? Неважно, посеете вы семена носиком черным вверх или вниз. Семена у вас не будут сходить. Только по одной причине. Плохое качество семян. Ну что ж, коль нет разницы носик вверх или носик вниз, приступаем к посеву бархатцев. Итак, посеяла я семена. От верхнего края я отступаю примерно полсантиметра, сантиметр не больше. И посеяла я их половину носиком вниз, половину носиком вверх. Попробую еще этот эксперимент. Возможно, я здесь найду ответы на свои вопросы. И теперь аккуратно сворачиваем улиточку. Потуже. И вот этот образовавшийся край лучше всего заклеить малярным скотчем. Или обычным скотчем. Я не надеваю резинки на самокрутки, потому что они передавливают затем корни. Как видите, у бархатцев очень быстро растут корни. Вот видите, где уже они? Вот росточек и вот куда доходит корень. Потому что я поливаю в поддон и корешочки очень быстро тянутся к воде. Даже бывает так, что они прорастают вот туда в салфетку, которую я стелила. Либо там у меня вермикулит, агроперлит. И туда прорастают корни. Но ничего в этом страшного нет. Еще хочу заметить. Если у вас уже вот такая подросшая рассада, то вот этой самокрутки им питания уже будет не хватать. Поэтому мы ее полностью разворачиваем. И сюда я сейчас досыплю влажной земли буквально сантиметр слой. И заверну эту самокрутку уже вместе с землей. Если у вас земля сухая, то сначала ее нужно увлажнить. Иначе вы не закрутите самокрутку. Добавлять я буду вот такую смесь. Это универсальная смесь на основе торфа с добавлением органических удобрений, регулятора роста и микроэлементов. Железо, калий, магний и так далее. Очень хорошая земля. Мелкой фракции подойдет как раз для самокрутки. Вот я добавила почву. Совсем немного, 1 сантиметр. Почва у меня достаточно суховатая, поэтому я ее немного увлажню. Еще раз хочу заметить, что слишком много почвы добавлять не нужно. При необходимости вы можете всегда развернуть улитку и добавить столько, сколько вам нужно. И аккуратно закручиваем улитку. Не туго, чтобы там было пространство. Ставим улитку в контейнер. И затем, когда рассада чуть-чуть у вас подтянется, можно будет вот сюда в пустоты досыпать еще почву. Еще один такой небольшой совет. Если в улитке у вас рассада сильно вытянулась, то можно поступить следующим образом. Вырезаем из такого же материала, либо из другого материала, отдельную полоску. Выкладываем на нее вот так вот нашу улитку, так, чтобы стебелечки у вас выглядывали уже не из-за этой полоски, а из-за этой полоски. То есть на сантиметр, может быть, полтора выше, чем ваша рассада. И раскручиваем эту улитку на дополнительной полоске. И теперь можно свернуть улитку уже вместе с той полоской, которая внизу. Как видите, мы спрятали вытянувшиеся стебли с помощью дополнительной полоски. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам не трудно, а мне приятно. Пишите свои комментарии. Мне очень интересно узнать ваше мнение. С вами была Наталья. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok